всем привет ну решился я все-таки купил realme 6 pro захотел так сказать проверить на своей собственной шкуре что это такое действительно это убийца сяоми redmi redmi note 9 pro которым я пользуюсь и на постоянной основе напоминаю у меня redmi note 9 pro основной смартфон мой единственный основной смартфон который я каждодневно пользуюсь так вот именно убийцы этого смартфона realme 6 pro и является но это судя по тем рекламным компаниям которые происходили на ютюбе да ну только ленивый не гавкал на сяоми указывая пальцем на реалами то что это убийца я не знаю правда это неправда поэтому любопытство так сказать перешло в очередную стадию я решил потратить свои деньги все же тем более цена упала ну думаю дай возьму все-таки разберусь да или нет вы скажете на хрена он тебе нужен уже там семерки представили ну потому что подешевел я как бы был не готов платить 22000 там или 20 даже за реалми 6 pro ну и все же знаете вот это вот убийца убийцей но если посмотреть по продажам ведь самое главное голосование рублем как люди покупают ну как бы ну какой он убийца если сравнивать с redmi то там берут но десятками десятками тысяч продажи реалми 6 про одну там три четыре пять тысяч продаж по сравнению с ну где это убийца сейчас многие мне также могут сказать слушай но еще наверное не знает люди о такой компании не знают что это убийца настоящий хрена узнает опять-таки а как насчет того что же два года на рынке они уже два года на рынке и все как бы убийца да как бы не убивают ну что посмотрим разберемся сейчас в принципе будет такая знаете реакция это характеристики его реакция настоящего силами дрочера потому что но я таковым являюсь у меня в семье redmi xiaomi везде у каждого у меня redmi ноут 9 pro у жены xiaomi mi 9s и у детей redmi потом у соседей redmi губернатора наверно скорее всего redmi доход наверное даже у президента мне про президента не буду говорить а то знаете придут еще хрена узнает рыл меня как следует разобьют так по характеристикам 64 мегапикселя у нас камера заявлено 2 20-кратный зум далее 90 герц чем еще глядь 90 герц и быстрая зарядка по моему там 30 ватт на и вроде как snapdragon 720 хорошие железо как и на моем да вот 30 ватт ноут 4 300 батарея тут что-то сомнительно xiaomi побольше не знаю 90 герц 90 герц и 4 300 миллиампер час батарея будем смотреть по поводу подачи неплохо мне нравится коробочка сразу я сейчас постараюсь особо не придираться к смартфону все-таки я являюсь любителем xiaomi любителем ридми но подача мне нравится единственное еще не понимаю почему она уже смотрите на коробке среди 0 9 про почему она вот настолько выше шире толще при но знает почему сейчас посмотрим и комплектация также интересует очень интересует да этот аппарат конечно облизывали как говорится мое почтение только лениво его не облизывал на ютюбе ему тайп си так вырезали что пожалуй даже айфона могут позавидовать на самом деле самый вырезанный тайп си ты все желтенькая конвертик приятный тут у нас на буржуйском языке реал не надпись мне нравится красиво так комплектация должна быть богатой ухты ты смотри ну-ка что у нас тут у нас тут бумаженцы так на русском языке это гарантийные талоны инструкция очень прилично смотрится приятно но это не интересно меня интересует силиконовый чехол знаете очень крутой хороший силиконовый чехол прям круть еще хочу подметить не почему он нравится потому что допустим на моем смартфоне силиконовый чехол установлен нет производителя от стороннего производителя я специально такой выбирал притемненный посмотрите как они похожи как они похожи такой же притемненный супер класс сейчас мы еще его примерим посмотрим как же он сидит на самом-то аппарате он у нас двух расцветок я взял синего там по моему еще красного цвета сейчас посмотрим ну такой знаете достаточно тяжелый размер его и вес 196 грамм что у нас по комплектации type-c провод достаточно толстенький неплохо но видимо толщина его обусловлена зарядным устройством далее вот так вот интересно у нас скрепочка лежит подача мне нравится что у нас тут мы тут самый большой зарядный блок блин вот это пластик это пластик но почему такая глубокая до зарядка конечно мощная большая характеристики пожалуйста перед вами 30 ватт зарядку ну супер слушайте быстро должно заряжать быстро должна заряжать смартфон посмотрим посмотрю проверю но все-таки 4 300 не знаю маловато так аппарат вот зачем вот эта пленка я хрен его знает ну-ка стекло должно быть на задней крышке ух ты ты смотри ну так ничего ничего наклеечки здесь надо убрать она так молния молния проливается такая что еще хочу отметить но мне лично мне нравится мне нравится это идея с молнией знаете у нас на районе это называется как знаете дешевые понты более никто это что это или игрушка что ли новогодняя такой знаете до эффекта до красиво я спорить не буду это красиво но немножко не солидно не знаю какой молодежный вариант естественно пишите комментариях нравится вам не нравится я бы предпочел чтобы это все было закрыто ну и давайте кстати закроем посмотрим что у нас тут по чехлу как он сядет она на лазь так так сел чехол отлично более того чехол защищает дисплей и то есть очень хорошо вы сейчас по сути смотрите реакцию сяоми дроча я уже говорил об этом да так чехол продуманный очень хорошо продуман смотрите он защищает камеры камеры не будут царапаться можете класть что так не поцарапаются камеры что так дисплей не царапается но в чехле просвечивается рисунок не знаю мне это не нравится мне нравится такие лаконичные цвета вы можете представить чтобы iphone выпустил вот такой расцветка это так по-китайски на самом деле вот именно по-китайски ладно самое главное здесь все таки это железо это все таки здесь самое главное железо то что установлено здесь марки естественно чехол притемненный но большое спасибо что он есть с коробки кнопка включения по правой стороне она же сканер отпечатков пальцев вот так это все выглядит по левой стороне у нас плюс-минус громкости и так тут у нас повтор характеристик смотрите вот так вот все оформлено оформлено неплохо достаточно и двойная сэлфи камера спереди ух не знаю как это мне сейчас будет нравится не нравится посмотрим но как-то наверное смотреться этот будет смотреться это будет немножко сомнительно смотрим она полась еще раз посмотрим на корпус так у нас получается аж 6 камер то есть четыре на тыльной стороне основные и 2 спереди у нас фото вспышка фото вспышка насколько я вижу однотоновая искусственный интеллект ну такой знаете себе дизайн немножко подустаревший напоминает redmi redmi note 8 пожалуй что-то из той ситуации здесь указано что это реалми это стекло да вроде как стекло ну-ка а ну-ка слушайте ну что это как-то мне а ну-ка такое ощущение что прогибается тонкая что ли там столько столько гавкали на сяоми а что салоне сборка плохая а вот тут компания концерн биби кей сборка будет отличная но не знаю как-то сомнительно сомнительно ладно снимаем пленку у нас тут завода также приклеена пленка как и на сяоми тут они молодцы красавцы ну-ка и что ох ты елы-палы да ладно какая она отвратная отвратительная пленка ужас просто смотрите олеофобного покрытия совершенно никакого нет я знаете я ругал и на сяоми была пленка приклеена но там если брать по пятибалльной шкале на троечку примерно было все-таки какое-никакое там было покрытие здесь его вообще нет от слова ну вот от слова нет вообще нет да естественно большое спасибо что она здесь присутствует до ближайшего магазина на вы конечно добегите и купите но до чего она плана у нас снизу тайп си смотрите вот так вот оформлена снизу отверстие под наушники мне нравится что снизу расположена и перфорация от динамик основной динамик сверху у нас и капорта нет как сяоми но есть отверстие перси шумоподавления при записи видео при разговорах это есть хорошо аппарат все-таки не дешевый заляпался он моментально но как собственно и сяоми тут ничего особенного нет ладно врубаю аппарат сканер отпечатку пальца надо быть час проверить посмотрим что у нас по камере как он фоткает с коробки далее проверим звук посмотрим картинку в ютюбе какую-нибудь красивую оценим дисплей ну и хваленые те самые 90 герц были на счет сборка бибике это не то что вам сяоми до отсчеток дисплей то выпучился чем как-то сборка почему не единое целое но давайте вот сравним смотрите у сяоми все-таки более плавно дисплей перетекает в корпус в каркас здесь он будто бы выпущен чем такой отдельно от корпуса каркас отдельно дисплей отдельно мне это не нравится кнопки какие-то ну-ка щелкает нормально но маленькие так кнопочки совсем какие-то посмотрите как это все сделано на мой взгляд это все пластиковое такое дешевое я не знаю вот опять таки сюда братьте внимание как здесь кочерка сделано на redmi note 9 pro с фасочкой четко красиво и как здесь но что убийца пока мне сборка не нравится лоток обратите внимание где у нас лоточек на сяоми смотрите на сборку и битей а битей вы чё там мне ваша сборка не нравится и не надо говорить так что у меня там и не надо говорить мне что у компании сяоми плохая сборка а здесь ё-моё вот это вот это плямба хорошо не посередине ну не знаю надо привыкать так рамки ничего такие хорошие почему русский язык это же я почему должен должен русский язык почему у настройках изначально сразу русский язык не предлагается ну ладно рамочки тоненькие по краям нормально в тренде подбородок слушайте подбородок подбородок такой же как у сяоми абсолютно что сейчас настраиваю его два чела то посмотрим здесь крепочка рядом посмотрим что он нам предлагает 27 карты можно установить одновременно и карту памяти мне интересно ну-ка о красавцы красавцы одновременно две сим-карты и карту памяти ставите и не знаете проблем более того здесь 8 гигов уже оперативки и 128 встроенные здесь вообще красавцы на моем по моему 6 оперативки здесь 8 круто ну так ну а ну а вот а вот это что бибикей а что это за хрень почему почему нет резинки прокладки тут нет элементарной защиты от влаги это как такое смотрите я недавно топил свой редми ноут 9 про он не 35 секунд пробовал под водой и что с ним в итоге случилось как вы думаете да нифига с ним не случилось он как работал отлично так и работает смотрите плавные где кстати 60 гетс на 90 все отлично работает я им пользуюсь он не утонул посмотрите сюда здесь нет резинки что за прав тык я что аппарат купил за 100 баксов тоненький тоненький ну ладно это уже предъява такая себе но от резинка элементарная защита от воды я я думал его попробовать утопить теперь а да кстати как теперь втыкать а теперь не знаю я наверно не буду его так я бронетер такая да вроде как правильно а теперь я боюсь его под воду погружать скорее всего захлебется просто как щенок хреновито так выбираем регион сейчас я на какая же поганая пленка выбираем регион короче по сборке мне не понравился совершенно что это такое галимый пластик по краям как-то сделано все выполнено но не очень короче по сборке смотрите резинки нету соответственно здесь элементарной влагозащиты под дождь под ливень страшно не дай бог куда-то окунете его где-то прольете какую-то там кружку с водой на столе будьте очень осторожны динамику так вот оформлен опять-таки на redmi решеточка мне больше нравится посимпатичнее пошире попахивает какой-то дешевизной вот эти молнии ну с дизайном все плохо экран торчит резинки нету а вы дал вода отталкивающий так скажем вот эти были ну не знаю не очень как-то мне не очень пальцами все ощущается переходы вот эти вот между рамкой у сяоми это все плавненько все отлично матовый такой знаете с фасками посмотрите корпус красивый здесь такого нет прямо дешевизна дешевизной это убийца да хрен это не убийца ладно сейчас я настраиваю продолжим пока на паузу и так ну что смартфон я включил почему-то он нагрелся видимо идут обновления знаете я заметил микро фрезы он фрезид абсолютно точно так же как фрезид тот же самый мой редми ноут 9 про посмотрите ну а где здесь 90 герц я что-то может быть не в дубляю скажите мне где здесь 90 герц давайте-ка пройдем в настройки потому как я уже установил 90 герц чтобы вы но чтобы доказать вам это дело вот пожалуйста что то обновление 90 герц яркие цвета авто поворот поставил авторегулировку яркости убрал хочу сказать что мне яркости на лично не хватает мне даже кажется что xiaomi вроде как поярче у них состоит правда обойна такая не совсем яркая но поярче даже потом ну 90 герц нужно смотрите здесь 60 герц смотрите а здесь 90 дом дергать даже по моему сильнее чем xiaomi у xiaomi даже поплавнее работает смотрите тут дерганы резки какой-то я ну честно я 90 где мои 90 герц а real me где мои 90 герц сколько было галканье что это убийца редми ноут 9 про что здесь 90 герц впервые 90 герц за такие деньги я не вижу здесь опять смотрится full hd да все хорошо максимально скучная бой к тобой очень некрасивые что тут можно выбрать посимпатичнее есть а ну-ка а есть какие-то посимпатичные обои а тут хорошо собой на слушайте у тут красавцы конечно много обоев интересных надо полазить красивые ухты это мне нравится обойна так а как и установить все ничего так так дисплей хороший цвет но цветастый такой яркий сочные цвета да хорошо но как-то по яркости мне не хватает вот этот белый цвет он какой-то серый серый белый мне не нравится белый цвет 90 герц ну давайте вот пройдем настройки здесь 90 герц посмотрим черная тема здесь также присутствует так ну-ка переворачиваться смотрим так я понимаю что вы смотрите это все в 60 60 кадров в секунду что это надо может быть на слово записывать но я вам честно говорю я никакой разницы не вижу абсолютно здесь 90 герц здесь 60 герц по-моему это все полная фигня real me это полная фигня это какой-то маркетинговый ход чтобы чтобы назвать это все убийцы чтобы продавать ну двоякие чувства аппарат на первый взгляд достаточно приятный интерфейс тут реал не юай по моему называется да в принципе напоминает мюай мюай от компании сяоми редми что-то очень схожие но больше похоже конечно же на все здесь есть прекрасно больше похоже это все дело на голый android ладно идем youtube смотрим слушаем к смотрим картинку да что то есть дисплеем яркие сочные цвета но мне ну где 90 герц он он подлагивает он фризит дёркается за может быть надо обновить прошивку так ну детализация неплохая отлично это сказал да видно что это IPS матрица под углами есть инверсия под экстремальными углами но это присутствует она редми ноут 9 про перемотка проверяем так что-то было с задержкой опять задержка да он фризит он что-то подтормаживает но не знаю убийца давайте сравним вот так картинка смотрится на редми ноут 9 про знаете все таки поярче поярче я не знаю почему но здесь яркости меня чуть-чуть не хватает на видео даже возможно незаметно но все-таки чуть-чуть могли бы побольше сделать яркость потому что уступает редми ноут 9 про однозначно теперь громкость проверяем так динамик громкий динамик хороший за свои деньги очень неплох как на редми ноут 9 про даже возможно чуть получше не знаю ну по объем невозможно звук стерео здесь естественно нет мне динамик нравится вы по-любому не пропустите звонок давайте-ка еще а ну ну давай что так долго до динамик однозначно шикарный хороший теперь пошли в камеру быстренько посмотрим ну камера у нас здесь напичкана спереди два сзади четыре модуля главный модуль на 64 мегапикселя блин и широкая угольная камера есть и основной модуль двукратное увеличение пятикратное увеличение ну плюс еще цифровое так понимаю да так запись у нас 4k full hd здесь есть супер стабилизация за это красавцы hdr потому что вот ну допустим у сяоми редми ноут 9 про со стабилизацией достаточно все плохо так куда и выше хреново со стабилизацией там есть стабилизация full hd 30 кадров и 4k 30 кадров full hd 60 кадров к сожалению нет стабилизации хотя пишет он отличного видео мне нравится как записывать шикарный микрофон шикарное качество изображение детализация но стабилизация очень сильно подвела ну что посмотрим что он может давайте вот фотографируем быстренько автофокус автофокус что-то пляшет ладно смотрим принимаю разрешить ну камера до камера хороша камера очень неплохо посмотрите надпись видно прямо ну все так давайте-ка знаете что еще только что я стоял на паузу сделал фотографию своего балкона 20 этаж ну смотрим она так фокусировался я вручную на угол этого здания это школа вы смотрите что получилось детализация что могу сказать камера неплохая она не лучше не хуже чем redmi 0 9 pro абсолютно плюс-минус одинаково видимо зависит от того как вы сфотографируете естественно за эти деньги хорошее решение большой выбор камер однозначно как камера фон можно рассматривать и так подвожу итоги аккумулятор небольшой но быстрая зарядка 90 герц не знаю по моему это все полная фигня по сборке мне он не особо понравился как и по внешнему виду пишите в комментариях если вы думаете если вы думаете иначе я думаю так им хо далее никакой влагозащиты здесь нет видимо он быстренько утонет так что будьте аккуратны не уронить его куда-то в лужу и не попадаете под сильный дождь ливень дисплей нормальный хорошая ps матрица ну ладно хорошие цвета достаточно сочной но и звезд с неба не хватает обыкновенная матрица яркости мне не хватает может быть с обновлением будет ярче пока я не могу его назвать он кстати немножко меньше чем redmi note 9 pro я не могу его назвать убийцей redmi note 9 pro абсолютно по крайней мере по внешнему виду и то как позиционируется аппарат 90 герц потому что как 90 герц я здесь не замечаю более того он постоянно фризит он постоянно что-то у него происходит абсолютно не плавная оболочка не надо думать что вы получите очень плавную точную оболочку что она не будет лагать и подлагивать и фризит как redmi note 9 pro 9 pro допустим то что все валит на родине на 9 pro что это сырая оболочка здесь такая же сырая оболочка абсолютно никакой разницы нет и так вы можете назвать hyundai solaris убийцей допустим у самого кио рива я думаю нет плюс минус это и другое что нравится то люди покупают абсолютно здесь такая же ситуация real me 6 про не является никаким убийцей redmi note 9 pro на этом я с вами прощаюсь подписывайтесь на канал дальнейшем я расскажу свои впечатления об этом смартфоне все ссылки будет описание покупайте пожалуйста сейчас он дешевле стоит чем мой аппарат на оба аппарата будет ссылки в описании переходите вот сейчас отлично великолепная цена real me пытается от них избавиться до новых встреч ставьте лайк если было полезно или дизлайк если вам не понравилось